Здравствуй, дорогой пятничный зритель! В эфире вечернее шоу «Вятка Тодэй» в студии Роман Корнеев. И вот, что мы для вас на конец недели приготовили. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Немножечко с грустью поностальгируем о вчерашней зиме. Пора уснуть, гаснет огонь, купаясь в воске. Пятка зимой, словно старый друг. Обсудим сегодняшние новости и посмеемся над ними. Кировские коммунальщики-дорожники на уборку снега бросили всю технику. Узнаем, какую ересь кировчане продают на сайте Авито. И пообщаемся с гостями. Гость вечернего шоу – скифл-группа Wild Wild Village. Ну а начнем программу с минутки ностальгии, дорогой зритель. Ностальгии по вчерашнему дню. Поскольку вчерашний день он подарил нам массу незабываемых эмоций. Кировчанин Алексей Сергеев снял видео и смонтировал это видео в прекрасную песню, в которой тоже поется о Вятке. Сегодня он выложил это видео в интернет и в нескольких группах ВКонтакте оно набрало уже порядка 30 тысяч просмотров. Итак, воспоминания о вчера. Пятка зимой, большой сугроб, Времени воз в нем сел на оси. Запах печной, обрывки снов, Ветер ночной на дни разносит. Все спят, и мне пора уснуть. Гаснет огонь, купаясь в воске. Пятка зимой, словно старый друг, Друг, что тебя ни о чем не спросит. По-ностальгировали, а теперь время перейти к дню сегодняшнему. Поскольку сегодня тоже есть новости, их обязательно нужно обсудить. В рубрике с длинным названием Александр Сорокин расскажет вам сегодняшние новости и пошутит над ними. Новости из интернета за сегодняшний день со смешными комментариями, которые Саша расскажет стоя на белом кирпичном фоне. Я предлагаю установить контакт с первой секунды этой рубрики. Я сейчас вас спрошу, вы готовы к новостям нашего города? И вы с хором скажете да. Поехали. Вы готовы к новостям нашего города? Вы ведь ничего не сказали, я сейчас как дурак просто руку к уху приложил. Ладно, новость. Начнем с меркантильной странички. Игорь Васильев за прошедший год заработал 3 миллиона 800 тысяч рублей. Согласен. Собственностью Васильева три автомобиля. ВАЗ-шестерка, Газель и Фольксваген Туарек. Это такие эволюционные путь кировского таксиста. Продолжаем загибать пальцы. Также Игорю Васильеву принадлежат два земельных участка площадью 1500 квадратных метров и 2850 квадратных метров. Жилой дом общей площадью 373 квадратных метра. Ну и наконец, одна третья квартиры площадью 76 квадратных метров. Ждем фильма от Алексея Навального, он вам не гашан. Возле строящегося путепровода в чистых прудах снесли шиномонтаж. Вот так всегда в нашем городе. Путепровод еще не построили, асфальт еще не положили, а колеса уже пострадали. Ну и наконец, под наш ветка-тудейшный оркестр. Спасибо, ребята. Читаем последнюю новость. Кировские коммунальщики-дорожники на уборку снега бросили всю технику. Да, 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 это именно тот глагол. Бросили, а не отправили убирать снег. И это все. Если у вас есть интересная новость, посылайте их вот сюда. Тут сейчас почта появится. И вот сюда. Сейчас телефон появится. Новости из интернета за сегодняшний день со смешными комментариями, которые Саша расскажет стоя на белом кирпичном фоне. Ну что ж, мы возвращаемся в студию, дорогой зритель. И у нас, наконец-то, в нашей студии появляются гости. Можно ли крупный план? Это прекрасные ребята. Максим, Лена, представители, да, часть большой группы, которая называется Wild Wild Village. Все верно. Гости из Петербурга. И вы, насколько знаю, первые представители жанра скифл в России. Да, то есть кроме вас изначально этим никто не занимался вообще. Я бы не стал брать на нас такую ответственность, на самом деле. Половина зрителей не знает, что такое скифл, говорите да. Сначала вы сказали, что вы самые известные, а потом мы объясним, что это такое. Да. Окей, что такое скифл? Перемешка диксилен, да, с кантри. Блюзом. Ну, в общем, это и... И народным фольклором. Это, в общем, мы берем, как бы, всю музыку, которая была тут на Западе в то время. Какие там, 30-е? Начиная с 30-х там до 40-х. Да, мне кажется, там из 20-х. Ну да, из 20-х еще ранее. Берем миксер, так, вмешаем, как бы, и все нормально. И получается такой жанр? Получается, да. Насколько я знаю, определить жанр, то есть, что люди играют в жанре скифлу, можно по чемодану, который используется как бочка, и по терке. Ну, терка, это стопудово, конечно. Тоже мультиинструмент такой, там есть даже звонок, я понимаю. Да. Бери, бери, не стесняйся, твоя доска. Мое. Такая, да, обрати внимание, такая девочка-доска, она очень красиво раскрашена, и надпись Полли. Что значит Полли? Полли? Ну, вообще, меня зовут Лена. Ну, да, здесь написано Полли. Ну, это такая история с киндер-сюрпризом связана. Раньше была коллекция из попугаев в киндер-сюрпризе, и там была прачка Полли. И мне как-то всплыло в голову, когда мы начали играть, Полли, Полли, прачка Полли, и вот как-то так привязалась ко мне такой псевдоним творческий. Как называется вот эта часть твоей доски? Это? Вот эта? Вот эта. Это пуговица. Она тоже звучит или она для красоты? Нет, она звучит. Класс. И на этой пуговице есть наклейки... Дымковская игрушка. Откуда у тебя есть наклейки? Почему дымковская игрушка у тебя на пуговице? Это мы играли на фестивале, и там были наклейки. На то фестиваль, там очень много наклеек, они оставляются своими эскизами, и вот мне почему-то очень нравится дымковская игрушка. Не знаю, это какое-то детское воспоминание, наверное. Впервые в Кирове? Да. Как я понимаю, успели посмотреть только внутренности автомобиля, который вас сюда привез. Ну, еще Ждуна мы видели. Ждуна? Да. Где вы видели Ждуна? На вокзале. Ну, это собачка там сидит. То есть, наша собака, которая называется «Присядь на дорожку», которая... Который... Который шлянул Первый городской канал, это то бишь мы... Она называется Ждун теперь? Это... Это нам так сказали. Собака резко наберет сейчас 46 килограммов и будет влечь вот так. Ты говорил, что ты выступал одно время на улице, да? Ну, мы и сейчас... Сейчас бывает, да? Да. Ну, бывает. Но сейчас уже редко, но да, нам не хватает улиц. Максимальная сумма, которую получалось заработать. Так, что-то вопрос. Ну, чтобы мы понимали размер доната, с которым меньше приходить не стоит. Ну, ладно, положа руку на сердце, мы... За день мы не зарабатывали больше десяти. Тысяч? Да. Сейчас где-то учителя кировские плачут, понимаете, да? Ну, это на пятерых. Самый странный гонорар. О, вы знаете, тут... Тут была одна штука. Как-то раз нам подарили мормышку. Мормышку? Да. Она какое-то время была нашим-то лесу. Нет, она... Один сезон. Да, вы же из Питера, у вас нет песни про Зенит? Песни про Зенит. Ну, мы просто не очень... Пока нет. Мы возьмем это на заметку. Хорошо. Про улицы разбитых фонарей. Про Боярского нет. Про Бэтмена только. Я про Бэтмена. Бэтмен же из Питера, правильно. Какие у вас необычные песни есть в репертуаре из чужих? Так. Мы на последнем корпоративе играли кавер на Modern Talking. Очень удачно получилось. Очень прям зашло. Оказалось, песня очень кочевая. Одна женщина сломала каблук, когда танцевала. Слушайте, могу попросить вас небольшой эпизод какой-нибудь песни, которая общеизвестна. Субтитры сделал DimaTorzok. На такой позитивной ноте мы перейдем к рубрике, которая называется «Купи, продай, самурай». Саша Светлик ее подготовил для вас. А потом вернемся, и ребята споют нам свой трек. Купи, продай, купи, продай и самурай. Сегодня наша рубрика может заменить и магазин на диване, и программу «Модный приговор», потому что весна, время обновлений, и мы сейчас будем обновляться с кировскими объявлениями из Авито. Купи, продай и самурай. Сначала покажем объявление, достойное большого заголовка в прогороде. Филипп Киркоров одевается как кировчанин. Ну и чтобы не оказаться на одном мероприятии с Киркоровым в одном и том же, кировчанин продает свою куртку за бесценок. Обновлять нужно не только образ, но и жилищин. Где купить недвижимость, спросите вы, мы вам в ответ покажем тот случай, когда в Кирове квартиру продает Шарль Перро. В некотором царстве, в некотором государстве построили одну замечательную, светлую, красивую и перспективную квартиру. Жила она на свете более трех лет, радовала своих хозяев каждый денечек, а не каждый день после работы спешили в свое гнездышко. Но злодей экономический кризис приказал продавать. В квартирке остается мебель, останется только принести тапочки и жить, поживать и добра наживать. Вот и сказке конец, а кто купит, молодец. Ну а если вы парень и вам не хватило средств ни на покупку квартиры, ни на покупку куртки Киркорова, тогда у нас для вас бюджетный способ привлечения внимания дам. Набор смайликов. Сфоткался, наложил смайл и выложил все девчонки твои. Да об этом каждая собака знает. Кстати, этот же прием подойдет для тех, кто решил внезапно отказаться от алкоголя, а отдавать знакомым просто так свои запасы, ох как жаль. А вот кто не отказался от алкоголя, так это скорее всего автор следующего объявления, потому что написал он скорее всего его на веселе. Итак, продается газель. Ахтунг, ахтунг, продается адский пепелац газел 4х4 с китайским дизельным двиглом. Там в столько-то бобриных сил. Пробег по спидометру, если верить его куриным мозгам до луны и обратно, то есть 158 тысяч. Все, что могло сломаться, поломалось и отпало, остальное держится на соплях, проволоке и честном слове. По пути отпал кардан и укатились колеса. Ну и закончим трендом сезона, галстуком для любовников и директоров. Если увольняетесь с работы, сделайте это красиво. Купите, придите на последний рабочий день в таком нарядном галстуке. Пусть все жалеют, что вы уходите весь от них такой красивый. Могу сдавать в аренду. На денек погонзать в классном галстуке. 100 рублей за сутки. Это была рубрика «Купи и продай, и самурай». Покупай кировское. А я пошел на пятницу, галстук в аренду возьму. Ну а сейчас, дорогой зритель, как я и обещал, группа «Дикая-дикая деревня», так переводится Wild Wild Village, специально для вас поет свой трек, который они написали сами. И это будет премьера всероссийского масштаба у нас в эфире вечернего шоу «Вятка Тудэй». Итак, Wild Wild Village. Наши костры сияют сильней, только звезда путевая встает. Мы отправляемся следом, мы отправляемся следом, мы отправляемся следом за ней, следом за ней. На старой повозке скрипит колесо, «Симфония» Симфония полных хронов, среди полей высоких лицов, Доносится шелест в тронь Эта душа у цыгана поет Как ветер свободная Наш табор уходит вперед Судьба наша вольная Ты слышишь, что копыт от Москвы до Ленинграда Это наш табор, брат, это наш табор Вино рекой, шампанское в больших старах Это наш табор, брат, это наш табор Сука, копыт от Москвы до Ленинграда Это наш табор, брат, это наш табор Вино рекой, шампанское в больших старах Это наш табор, брат Солнце садится за горизонт Наши костры сияют сильней Только звезда путевая встает Мы отправляемся следом Мы отправляемся следом Группа «Дикая, дикая деревня» Концерт состоится в субботу в клубе «Тир» Обязательно сходите в 7 часов вечера А на этом вечернее шоу «Вятка Дудей» подошло к концу Я желаю вам классных выходных В понедельник увидимся, пока-пока